Доходная часть Сургутского района превысила 13 миллиардов рублей. Об этом чиновники рассказали на отчете перед депутатами Думы муниципалитета об исполнении бюджета за прошлый год. Основная доля поступлений – безвозмездные дотации из региональной и федеральной казны и налоги. Потратили в 2021-м почти 13,5 миллиардов. Эти деньги, помимо прочих трат, направляли на инвестиционные проекты, строительство школ по концессионным соглашениям в Солнечном и Нижнесартымском, покупку объектов культуры и спорта, улучшение жилищных условий местного населения. Реализация муниципальной программы обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района позволила улучшить жилищные условия 1649 жителям Сургутского района. На расселение аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем детей-сирот и оказание мер поддержки, связанных с выплатой субсидиями улучшения жилищных условий в совокупности затрачено 1,7 млрд рублей, что составляет 100% от планового значения. Практически все расходы в Сургутском районе распределяются по программно-целевому принципу. Всего в муниципалитете действует 22 программы. В их структуру включены 5 национальных проектов, что позволяет привлекать дополнительные средства из федерального бюджета. По национальному проекту «Жилье и городская среда» освоено 80,4 млн. рублей. Средства направлены на мероприятие двух региональных проектов. Это формирование комфортной городской среды, в рамках которого были устроены 5 дворовых и 3 территории общего пользования. И чистая вода. Реконструкция объекта питьевого водоснабжения в Федоровском. По национальному проекту «Культура» освоено 29,8 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт Ленторской детской школы искусств.